В Астраханском театре оперы и балета появился цех по пошиву обуви. Раньше почти всю обувь театру приходилось заказывать в других городах, чаще всего в Волгограде. Уже сейчас мастера сшили 350 пар обуви для постановок нового сезона. Для чего театру столько сапог, узнала наша съемочная группа. В этом году астраханцам предстоит увидеть постановку «Князь Игорь» – эпическую оперу в четырех действиях. 50 артистов балета, 60 хористов, 80 музыкантов, а также воинов-волонтеры из числа простых астраханцев. Всего более 500 человек примут участие в проекте. Руками мастеров театра оперы и балета были сшиты 50 ковров. В бутаформе изготовлены 200 шлемов и 200 боевых щитов для русского и половецкого войск. Работы было очень много. Самое сложное – это были щиты, потому что надо было изготавливать сначала общую форму. Общая форма изготавливалась у нас полторы недели, поскольку мы ее отшлифовывали, каждый раз переделывали, что-то не получалось. Вдруг там форма какая-то неправильная поехала. А потом мы уже штоповали эти щиты спокойно. В этом году театр обзавелся собственным производственным цехом по пошиву обуви. Специально для этой постановки мастера сшили 350 пар обуви. Ткань для костюмов, которые имитируют кольчугу, заказывали в Германии. Все костюмы сшиты и украшены натуральными камнями вручную. Наш, например, женский пошивочный цех сшил более 130 костюмов за месяц небольшим. Отделку покупали именно на этот спектакль в Москве. Гуд Переструсиный, Камни Сваровский. Интересную тесьму, которую вырезали на фрагменты, а потом делали из них какие-то аппликации. Сейчас главные партии репетируют как солисты Астраханского театра оперы и балета, так и солисты Мариинского театра, Национального академического Большого театра оперы и балета Белоруссии, а также театра оперы и балета Азербайджана. Как заявил режиссер-постановщик оперы Константин Балакин, князь Игорь – это классическая опера, и астраханские мастера ничего в ней менять не будут. Наталья Чунина, Серик Анмазбаев, Новости 24, Астрахань.